Здравствуйте, мои дорогие юные телезрители! За высокими Кавказскими горами к югу от России простирается удивительная страна под названием Грузия. Там живет братский и дорогой сердцу русского человека народ, потому что у нас одна вера, у нас одна религия, у нас одна церковь. И самое главное, что у нас один Господь наш – Иисус Христос. Грузия была просвещена христианской верой еще раньше, чем наша святая Русь. И христианство туда принес не царь, не император, не какой-то знатный вельможа, а совсем юная девушка по имени Нина. Родилась святая равнопостная Нина в Каппадокии, в Римской империи, в семье знатных родителей. Ее отец по имени Завулон был знатным вельможей и военачальником. Он был родственником святого Георгия Победоносца, а ее мать была родной сестрой Иерусалимского патриарха. Родители воспитывали девочку в духе христианства, изучали священное писание, рассказывали священную историю. Когда девочке исполнилось 12 лет, родители совершили паломничество на святую землю. Общаясь с Иерусалимским патриархом, Завулон, отец Нины, принял решение уйти в монастырь и удалиться в египетскую пустыню. При Иерусалимском храме осталась жить и мать святой равнопостной Нины. Ее же отдали на воспитание к одной благочестивой женщине по имени Неанфора. Святая Нина читала священное писание. Ее очень воодушевляли те главы страниц Евангелия Господня, где говорилось о спасении, где говорилось о благочестивой жизни христианина, который через свою добрую жизнь может наследовать Царствие Божие. Со слезами на глазах она читала повествование о последних днях и минутах земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. И о том, как его вели на казнь, и о распятии на Голгофе, и о том, как после его смерти, когда римские воины сняли с него одежду, хитон, который выткала сама его причистая мать, Пресвятая Богородица. Ей хотелось узнать, а где же находится эта величайшая святыня, которая касалась тела самого Господа Иисуса Христа. Неанфора рассказала Нине о том, что хитон Господень находится в Иверии, это древнее название Грузии, но как он туда попал, она не знала. Однажды во сне Нине явилась сама Пресвятая Богородица. Она сказала ей, ты хочешь пойти ту землю, которая еще не просвещена светом веры Христовой. Соверши этот путь, я буду тебе помощницей в этом нелегком труде. И для того, чтобы ты укреплялась в своей вере, я даю тебе вот этот крест. Она благословила крестом юную девушку, и когда та проснулась, то увидела, что ее рука сжимает связанный тонкой ниточкой крест из виноградной лозы. Много испытаний пришлось пережить юной девушке на пути, и голод, и жажду. На входе в город ее встретила благочестивая женщина по имени Анастасия, у которой Нина остановилась на ночлег. Она настолько понравилась этой женщине и ее мужу, что та предложила оставаться жить в ее доме. Святая Нина рассказывала этим людям о вере Христовой, об искупительной жертве Господа Иисуса Христа. А однажды произошел удивительный случай. В селении заболел ребенок, и родители, отчаявшись, даже уже не знали, что делать, потому что болезнь была очень тяжелой. И когда к нему пришла Нина и возложила тот самый крест, которым благословила ее Богородица, то ребенок быстро пошел на поправку. Однажды юная девушка услышала топот копыт, звук бобенцов, и когда она поднялась для того, чтобы увидеть, что же происходит на дороге, то увидела богато одетого мужчину. Рядом с ним на коне восседала женщина. За ними двигалось большое количество воинов и различных людей. Они двигались в дальний путь. Но за ними шел старец, которому подошла Нина и поинтересовалась, а кто же эти люди и куда направляется вся эта процессия. На что старец ей ответил, видно, ты чужестранка, и ты, наверное, не знаешь, что это наш царь Мириан и его жена Нана вместе с большим воинством и количеством людей идут на это поле, где стоят боги, которым необходимо принести жертву. И Нина удивилась, как же можно кого-то приносить в жертву, ведь этого не должно быть. На что старец сказал, наш царь, он очень мудрый и добрый, и раньше была жертва человеческая, но он разрешил приносить жертву этим богам животных. И Нина взмолилась у богу. Она сказала, Господи, ну просвети этот народ светом веры Христовой, вразуми их. И в одно мгновение вдруг налетела туча. Посыпался град, гром и молния, которая поразила этих трех идолов, стоявших на поле. В страхе все войско разбежалось, но через какое-то время все вернулись назад и увидели, что на месте идолов даже не осталось и пыли, и дождевые потоки унесли их прах далеко в долину. И Мириан сказал, неужели есть бог, который более могуществен, чем наш бог Армаз? Весть о святой Нине со временем достигла и царского дворца. И однажды произошел такой случай. Царь Мириан собирался на охоту. Он собрал большое количество воинов, известных военачальников, вельмож. И после охоты должен был состояться пир, на котором должна была присутствовать и его жена, царица Нана. Но Нана заболела. У нее появилась высокая температура. Она лежала в горячке. И невозможно было ее ничем исцелить, какие бы лекари и знахари не приходили. И зная о том, что в Мцхете, в селении, живет девушка Нина, царица Нана попросила привезти эту девушку для того, чтобы она ее исцелила. Когда же посланцы подошли к дому, где жила Нина, то они увидели большое количество людей. Это родители приносили к ней для исцеления своих больных детей. И надо сказать, что за те чудеса, которые Господь через Нину совершал, она не брала никакой платы. Лишь она просила услышать благую евангельскую весть о воскресении Христовом. И посланникам царицы она сказала, что она не может бросить этих людей. И если больна царица, то ей необходимо самой прибыть для того, чтобы она ее исцелила. И когда же эти посланники вернулись в царский дворец и сказали об этом Нане, она лишь ресницами дала знак о том, что она согласна прибыть в дом святой Нины. Нина возложила крест, который дала ей Пресвятая Богородица на чело, то есть на лоб царицы, на ее ноги. И ее плечи, тем самым осенив крестным знаменем. И после этого болезнь отступила. Через некоторое время царица Нана крестилась. Она приняла христианство. А вслед за нею ее царь Мириан, который стал просветителем Грузии. Таким, как царь Константин в Римской империи. Таким, как государь, Красное Солнышко, князь Владимир здесь у нас на Святой Руси. Память Святой Равнопостольной Нины ежегодно празднуется Православной Церковью 27 января. Тот самый крест, которым она просвещала и благословляла Грузию, и до ныне хранится в одном из храмов города Тбилиси, столицы Грузии. Я благодарю вас, мои юные телезрители, за внимание. Надеюсь на новые встречи в эфире. Храни вас Господь! Храни вас Господь!